Наградить посмертно, это интересно Рисунок к статье 6 апреля 2015 года 12.54 Владимир Тучков, текст фото-видео Наградить посмертно как пилот и ценой собственной жизни спасали города и села тема День в истории 6 апреля 1966 года у советского истребителя-перехватчика Як-28П, выполнявшего полет в небе ГДР, отказали оба двигателя Внизу находились густонаселенные районы Берлина Летчики БВ Капустин и Юэн Янов, пожертвовав собственными жизнями, увели самолет от жилых кварталов, благодаря чему были спасены сотни мирных горожан Это не единичный случай, когда герои ставят свой гражданский долг выше собственной жизни Огромное небо и одно на двоих капитан Борис Владиславович Капустин и старший лейтенант Юрий Николаевич Янов Служили в 668 авиационном полку 132 бомбардировочной дивизии 24 воздушной армии, который дислоцировался в восточно-германском городе Фенове В апреле 1966 года звено Капустина получило приказ перегнать самолеты Як-28П, прибывшие в воинскую часть, на другой аэродром Летчики ожидали разрешения на вылет до 3 часов дня, поскольку с утра была повышенная облачность В 15.30 поднявшись на высоту 4000 метров, звено пробило сплошную облачность и легло на заданный курс Через 12 минут у самолета Капустина, который вел звено, отказали сразу два двигателя Как впоследствии выяснилось, причиной отказа встал помпаж Капустин безрезультатно пытался вновь запустить двигатели, но самолет продолжал терять скорость и высоту С командного пункта поступила команда катапультироваться Но облачность стала реже, и внизу стали различимы городские кварталы Капустин решил остаться и увести самолет за пределы Берлина «Прыгай!» — скомандовал он штурману Янову Но тот остался, понимая, что отстрел катапульт и направят самолет вниз Шанс спасти не только горожан, но и себя у летчиков был Вскоре они увидели озеро Штесензе и решили дотянуть до него, приводнившись Но вдруг перед ними возникла дамба со шоссе с оживленным автомобильным движением С неимоверным усилием Капустин рванул на себя штурвал Самолет, приподнившись над дамбой, потерял скорость Перевалился через нее и резко, под большим углом, ушел в воду, под толстый слой ила Герои погибли в английском секторе западного Берлина в нескольких сотнях метров от советского сектора И самолет поднимали со дна английские водолазы 8 апреля состоялась траурная церемония передачи останков советских летчиков представителям группы советских войск в Германии Для передачи тел погибших воинов из Великобритании прибыл Королевский оркестр Представители английских войск с большим уважением отнеслись к подвигу летчиков В церемонии прощания с героями, тело которых с аэродрома отправляли на родину Приняли участие десятки тысяч немцев, которые прибыли в Берлин со всех концов страны Борису Владиславовичу Капустину и Юрию Николаевичу Янову посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза Их подвиг лег в основу песни Роберта Рождественского и Оскара Фельдсмана «Огромное небо», которую исполняла Эдита Пьеха Герой Лепецка спустя два года трагедия произошла также с Яком, но не с перехватчиком, а с фронтовым бомбардировщиком Як-28 17 декабря 1968 года пилот-майор Сергей Максимович Шерстобитов и штурман Леонтий Александрович Кривенков Служившие в Лепецком центре войсковых испытаний и подготовки персонала ВВС ИМВ.П.Чкалова Выполняли тренировочный полет В небе загорелся левый двигатель Летчикам удалось устранить пожар, но двигатель завести было невозможно Шерстобитов принял решение возвращаться на аэродром, для чего необходимо было выполнить заход на посадку над Лепецком Неожиданно отказал и правый двигатель Самолет терял высоту и в случае катапультирования неминуемо обрушился бы на город с полным боезапасом Шерстобитов и Кривенко ценой собственных жизней предотвратили катастрофу, уведя бомбардировщик на пустырь Они были посмертно награждены орденами Красного Знамени Чистое небо Крыма 11 мая 1979 года капитан Виктор Кубраков, служивший в морском авиаполку Черноморского флота Спас жителей села Янтарная Красногвардейского района Крыма Он направлял сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М2 с авиабазы на полигон Свободный порт для учебного бомбометания В экипаж входили штурман Виктор Перелевченко, штурман-инструктор Альберт Каленихин и второй пилот Евгений Кузнецов На высоте 3200 метров обнаружились неполадки в работе одного двигателя Экипаж начал бороться за жизнь самолета, но события развивались катастрофически Вскоре двигатель загорелся, а затем взорвался вместе с топливным баком Три члена экипажа были не в состоянии покинуть самолет из-за громадных перегрузок И командир произвел принудительное катапультирование А сам остался Практически не слушавшийся пилота бомбардировщик с полным боекомплектом шел на село Кубраков неимоверными усилиями удерживал самолет от падения Взрыв при столкновении с землей произошел в двух километрах от Янтарного Когда эксперты проанализировали аварию, стало понятно, что если бы не героический поступок пилота Бомбардировщик рухнул бы на сельскую школу, где в это время шли занятия Капитан Виктор Владимирович Кубраков был посмертно награжден Орденом Красного Знамени Это было под Харьковом 6 марта 1980 года Старший летчик-инструктор 812 учебного авиаполка Харьковского высшего военного авиационного училища Летчиков 30-летний майор Виктор Михайлович Казанцев возвращался из учебного полета на аэродром на истребителе МиГ-21 Внезапно в воздух поднялась стая ворон, и птицы, попав в двигатель, повредили его Двигатель заглох, и самолет начал стремительно терять высоту Казанцев получил приказ катапультироваться Однако прямо по курсу находился густонаселенный поселок Куриловка Купянского района Харьковской области Руководитель полетов еще дважды повторил приказ, но пилот оставался в кабине, уводя падающий самолет от домов Он дотянул до лесопосадки и катапультировался, но было уже слишком поздно Парашют не успел раскрыться, летчик погиб Майор Виктор Михайлович Казанцев посмертно был награжден орденом Красной Звезды На снимке МиГ-21 в ожидании вылета слеж фото Александр Овчинников, ТАСС Белорусский дубль первым героем Белоруссии стал полковник 61 истребительной авиабазы Западного оперативно-тактического командования ВВС Белоруссии Владимир Карват Это звание было присвоено ему посмертно 23 мая 1996 года во время совершения учебного полета в Барановичах его Су-27 отказал Получив приказ катапультироваться, Карват 14 секунд, которые оставались до падения самолета, уводил его от расположенных рядом деревень Арабовщина и Большое Гатище О подвиге Карвата в фильме «Обычный герой» сказал его коллега, полковник той же авиабазы Александр Морфицкий Он действительно совершил героический поступок Увел самолет Все-таки 24 тонны, 4 тонны топлива, если б он упал где-то в населенный пункт, точка очень много было бы жертв Тем более уже ночное время было, все люди находились дома 30 августа 2009 года точно такой же героический поступок совершил и сам Морфицкий Он и Александр Журавлевич выполняли демонстрационный полет на истребителе из парки Су-27 Убмноавяшоу в польском городе Радами Во время выполнения фигур высшего пилотажа в самом конце программы самолет резко потерял высоту и скрылся в лесу И тут же прогремел взрыв Причиной аварии стала птица, попавшая в воздухозаборник Белорусский пилот и ценой собственной жизни предотвратили тяжкие последствия Поскольку самолет начал падать на населенный пункт и посетители авиасалона Осознавая опасность страшной трагедии, белорусские летчики смогли увезти падающий истребитель в сторону Однако из-за слишком малой высоты, оставшейся после маневра, времени на катапультирование у пилотов не оставалось Фото, кассчитайте последние новости и материалы свободной пресса в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Живой журнал и Мир Тесен